Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Афанасова. И сегодня в программе «Психолог и я» мы поговорим о том, как правильно планировать. Мы поговорим о планировании на примере составления плана на день и составление плана на жизнь. Как это не удивительно, два этих процесса очень схожи и различаются только затрачиваемой энергией и временем, которое нам необходимо для этого. Планирование лучше проводить письменно. Вы можете завести отдельную тетрадку, блокнот, всегда полезна какая-то доска, на которой вы можете видеть ваш план и как он продвигается. Можно делать заметки в телефоне, какие-то напоминалки себе ставить. То есть все, чем вы можете как-то себе напомнить и визуализировать свой план, вам поможет в его реализации. Итак, любой план состоит из четырех таких условных этапов. Первый этап – это постановка цели или постановка каких-то пунктов, которые вы хотите достичь, выполнить в течение дня или в течение жизни. Второй этап – это определение времени. То есть на каждый пункт, на каждую цель мы определяем какое-то количество времени, которые готовы потратить на него. Третий этап – это оценка актуальности. То есть это такая переоценка того, что вы себе запланировали, переоценка целей. Мы меняемся каждую минуту и вот сегодня для меня может быть не актуально то, что я запланировала себе вчера. И четвертый этап – это завершение. Это очень важный этап, который часто упускается. Он необходим для того, чтобы вы смогли прочувствовать, что этап завершился, что вы с ним справились, что тот или иной пункт, та или иная цель достигнута. Итак, рассмотрим эти этапы на примере дня. План на день рекомендуют составлять накануне вечером или накануне днем, то есть перед тем днем, на который вы составляете этап. Это нужно для того, что даже если вы этого не осознаете или когда вы спите, наш мозг работает, и он может помочь вам справиться с какими-то задачами, которые вы не смогли решить осознанно. Итак, план дня можно распределить на две условные части, если вы ходите на работу и у вас такой стандартный рабочий день. Эта часть как раз рабочая, то есть это пункты, которые вы выполняете в течение дня рабочего и пункты, которые вы выполняете после. Соответственно, первый этап – это проработка этих пунктов. Вы можете их писать в какой-то иерархии, то есть от самых важных к не очень важным или от самых срочных к тем, на которые у вас есть больше времени. Можете писать в какой-то свободной форме, можете писать по времени, то есть, например, в 12 мне нужно позвонить кому-то, в 3 часа мне нужно подготовить отчет, в 6 часов мне нужно купить продукты. Второй этап – это определение времени. При определении времени накидывайте на каждый этап хотя бы 20% от того времени, которое планируете на него, потому что всегда есть внешние факторы. Кто-то позвонил, у вас заболел зуб, вы захотели есть, кто-то пришел и появилось какое-то срочное дело. Не стоит пренебрегать всеми этими факторами, потому что иногда они занимают очень много времени. Это важно, потому что на первых этапах необходимо ощущение, что вы справляетесь, то есть ваши цели достигаются в поставленное время. Третий этап – это переоценка или оценка актуальности. Лучше всего определить для себя, если мы говорим опять же про день, какое-то время, например, половинка дня, 2-3 часа, грубо говоря. Когда вы остановитесь, оцените то, что вы уже сделали и то, что предстоит. И подумайте о том, не стоит ли что-то перенести, может быть, что-то уже потеряло свою актуальность, может быть, чего-то уже не стоит делать. Четвертый этап – это завершение. Отвлекитесь на секунду, 2 минутки просто посидите и осознайте, оцените то, что вы сейчас сделали, что у вас получилось, что это дело завершено. План на жизнь идет по тем же самым этапам. Единственное его отличие в том, что для того, чтобы составить план на жизнь, нам потребуется чуть-чуть больше времени, потому что это очень ресурсная такая вещь, которая забирает достаточно много энергии. Опять же, первым делом нам нужно определить свои цели. Чтобы это было легче сделать, разделите свою жизнь на какие-то сферы, которые у вас есть. Например, работа, семья, саморазвитие и какие-то материальные ценности. В каждой из этих сфер определите цели, которых вы хотите добиться. Занять какую-то должность, родить двух детей, написать книгу и купить дом, например. Эти большие цели стоит разбить на маленькие шажки, то есть на маленькие этапы, которых вы будете достигать с течением времени. Следующий этап, опять же, определение времени. Тут стоит определить время и для больших целей, то есть, например, я хочу через два года написать книгу. И для маленьких, например, через неделю я хочу определить ее цель, там через месяц хочу определить аудиторию, через три месяца написать там первые три страницы, например. Четвертый этап – это переоценка. Если мы говорим о планировании жизни, то переоценкой лучше заниматься чуть ли не каждый месяц, потому что, опять же, мы меняемся и цели, которые мы ставим на жизнь, забирают гораздо больше сил, чем цели, которые мы ставим на день. Может так случиться, что цель для вас уже не актуальна, но вы автоматом действуете по-прежнему к ее достижению, тем самым тратя какое-то время и силы, которые могли бы направить в какую-то более важную для вас сейчас цель. И четвертый этап – это завершение. Если мы говорим о планировании жизни, то здесь на завершение стоит тратить чуть больше времени. А если говорить о семейной сфере, то есть свадьбы, например, то есть человек там женился, вышел замуж и празднует это свадьбой. Я думаю, что каждое достижение цели лучше праздновать. Вы написали книгу, соберите друзей и подарите ее каждому. Вы там купили дом, позовите туда, опять же, друзей, знакомых, соберите свою семью. Это нужно для того, чтобы вы прочувствовали, что вы добились этой цели, чтобы у вас была мотивация, чтобы помимо какой-то работы, усилий, которые вы потратили на это, вы почувствовали и положительный заряд, положительные эмоции от того, что вы всего этого добились. Таким образом, планирование – это прохождение четырех этапов, которые можно перевести на любую сферу жизни, на любое количество времени, на цель любой величины. Первый этап – это выделение пунктов, второй этап – это определение времени, третий этап – это оценка актуальности, четвертый этап – это завершение какой-то цели. Если вы будете использовать такой алгоритм для планирования той или иной деятельности, это может в разы облегчить вашу жизнь, как минимум, потому что тогда не нужно будет отвлекаться, кидаться от одного дела к другому. У вас в голове будет четкий план, сформированный по тому, как вам двигаться и в каком направлении. А еще это позволит вам ощущать удовлетворение от того, что вы делаете, потому что этап завершения как раз таки направлен на то, чтобы вы почувствовали, как вам хорошо от того, чего вы достигли и от того, что вы сделали. Если у вас возникли вопросы по этой теме, вы можете задать их по адресу электронной почты, который видите на экране. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова